Поступая на службу в органы полиции, нужно понимать, что быть полицейским значит ежедневно служить людям и охранять их покой. Далеко не каждый готов посвящать свою жизнь безопасности других людей. Но все же многие, став полицейским, находят в этой работе свое призвание. Сегодня полицейские с многолетним стажем, ветераны МВД, отметили свой праздник и встретились со служивцами. Общение с людьми, решение чужих проблем и опасные ситуации, угрожающие здоровью и даже жизни. Вступать в ряды служащих полиции нельзя, не будучи готовым ежедневно сталкиваться со сложностями. А тем более не стоит сразу думать о больших зарплатах и звездах на погонах. Ведь прежде чем все это заслужить, придется пройти долгий путь. Отработал я в органах внутренних дел 26 лет, чистых. Начинал с отдела вненуственной охраны, с сотрудником постовым. Потом отучился, затем участковым, старшим участковым и до руководителя, начальника участкового. Ну я скажу, если человек хочет работать, если лежит у него душа к этой работе, быть сотрудником полиции, он должен работать. А если только что получил зарплату, то здесь ему делать нечего. Отработав много лет в полиции, ветераны не прекращают сотрудничать с отделом внутренних дел. На базе МОМВД России «Рассказовский» уже 25 лет существует общественная ветеранская организация. Опытные полицейские помогают в воспитании молодого поколения общественных защитников. Ведут профилактическую работу по предупреждению преступлений. За активную позицию и многолетнюю преданность профессии ветеранов МВД поблагодарили руководителя отдела и ветеранской организации. Вот смотришь в зал, приятно, что так вот вы чтите отдел, никогда его не забываете, помогаете во всех отношениях. Приятно видеть вас живыми, здоровыми, приятно видеть, что вы с годами не стареете. Единственное, может быть, кто-то там цвет меняет волосы, но это уже естественный процесс, я думаю, от этого никто не уйдет. Приятно, что вот вы такие вот целеустремленные, жизнерадостные, всегда придете поговорить приятно. Мы не пенсионеры, а именно ветераны, которые ведем активный образ жизни и, естественно, должны будем помогать нашим действующим сотрудникам в поддержании правопорядка, в раскрытии преступлений. Здоровья нам всем, благополучия, чтобы не было войны, мы вместе. Поздравления ветераны получили и от руководства города. Особое внимание уделили женщинам, взявшим в свои хрупкие руки заботу о правопорядке города Рассказово. Подарком для героев праздника стали выступления детей, ведь именно ради их мирного и спокойного будущего трудятся полицейские. Дарья Белозерова, Алексей Горелкин. Новости. ТВ Рассказово. Продолжение следует... Продолжение следует...